Старшиня Абловыканка Магина Целовей сёння сустрелся с супрационниками Института радиобиологии. Гэтая установа займается доследованием медико-биологичных наступствов и анизующих выпраменьвания. По выниках минулого года Институту знагороджены дипломом за досягнение наилепших выников у навуковой, навуково-техничной и инновацийной деятельности и занесены на дошку гонору Национальной Академии Навук. По требованию встречи в материале наших корреспондентов. Институт радиобиологии был створен на начале 1987 года в Минске. В 2003 году установу перевели в Гомель. Сегодня тут выучаются все махчимые наступства Чарнобыльской катастрофы. А доценки сукупного воздействия на организм человека и навокольное сярудие радиационных и нерадиационных факторов до прогноза уплыва и анизующего опраменьвания. Отриманные дадзины покладены у основу концепции проживания насельництва на забруженных территориях. А проча таго тут распрацованы шарах рекомендаций по выросшванне традиционных и новых культур. Мы сотрудничаем с шведскими коллегами. Вот недавно провели серию выездов на белорусскую АЭС. Там мы измеряли нулевой радиационный фон и применяли новейшие методы радиационных измерений. И также инновационные разработки наших шведских коллег. Простые дозиметры основаны на поваренной соли. Из возможных перспективных направлений мы рассматриваем также, в частности, наша лаборатория, мы рассматриваем использование дронов для радиационного мониторинга. Почас наведывания Института радиобиологии Енец Соловей шмат уваги надае пытанням развития агропромыслового комплексу. У Институте распрацованы и поспехово пройшов апробацию программный додаток для ведения экологично-безпечной сельгаз-вытворчасти. И он дозволяет зарабить карту земля у любой господарки, где будет добра бачна, какие культуры можно сеять на конкретных палетках. На жаль, только распаусюджывание додаток сирот-специалистов сельгаз-предприемствов не отрымал. Як дарыши и некоторые иншие уникальные распрацовки. Старшиня Булваканкама лишить, что гэту ситуацию необходно выправлять, а супрацовництва Института и Комитета по сельской господарце зарабить больше актеуным. Отповедное доручение будет дадзина у самый ближайший час. Сегодня первый раз посетить Институт. Наверное, должен был свою работу начинаться от Института, работа в должности первого заместителя. Почему? Потому что то, что может произрастать на землях чистых, от активного заражения, которое было связано с черновых скотовыми экзистанцами, то сегодня я как вещи для себя понял, что надо совместно это взаимодействовать. Это институт для области нашей важен. И мы дальше будем концепционально это развивать, сотрудничество, потому что определенные вещи, которые мы сегодня развиваем, сферы промышленно-производства, хозяйственно, мы должны учитывать. Наведывание Института радиобиологии завершается с встречей с коллективом. Размова об выборчей кампании и социально-экономическом развитии региона. Янацеловей и супрасовники установы оберковывают питание будовничества жилья, повышение эффективности работы промысловых предприемств и ситуации у сельской господарции. С этой галиной Институт супрасовниче уже не одно десять годов и добра ведая, что можно пропоновать для ее дальнейшего развития.